Да, бро, спасибо, что позвал меня на этот суперчёткий крутой подкаст. Всем привет, я коуч, нутрициолог, психолог, таролог, номеролог и просто задрот. У нас тема подкаста сегодня очень крутая, отношения, взаимоотношения, женщины-мужчины, бабушки, собаки, то есть, ну там, всех будем обсуждать, взаимоотношения полов. Кстати, прикольные полы, чувак, ты сделал ремонт в своей студии, да? Да, прикольные, я помню, приходил, когда последний раз у тебя там доски, блядь, вскрытые были, слышишь? Пошли вообще нахуй тараканы выбегали оттуда, блядь. Это та же студия или ты, а, мы пишем, прямой эфир? А, сори, сори, сори. Я за свою жизнь, да, за время общения с клиентами, они бывают разные, как ты понимаешь, приходят всякие, наперекосяки, ёбнутых тоже полно, и вот я понял такую вещь. Главное в успехе мужчины, это успешная женщина рядом. Вот как бы это банально, ебать, сейчас не звучало. А, нельзя материться, да? Детский эфир? Такие темы для детей поднимаешь? Ну ладно. Ёбнутри, блядь. Короче, а в чём вообще проблема многих мужчин? Ни одному, братан, ни одному успешному мужику, ему не хочется видеть рядом с собой, противозачаточное ебало. Ты заебал лицо, матерись в эфире, детский эфир, блядь. Я прихожу домой, я хочу расслабиться, понимаешь, я пришёл с работы, я устал, я заебался, я заработал, я приношу и раз в месяц эти 20 тысяч рублей кладу на стол и говорю, на, трать, это твоё. Заплати за коммуналку, купи продуктов, что останется себе там, забери. Этого что? Недостаточно, чтобы встречать меня просто с нормальным лицом? Это проблема многих женщин, братан. Она говорит, я хочу выйти на работу. Куда ты собрался на работу? А кто за детём будет смотреть? Она говорит, ну так ему не на чё, блядь, памперсы покупать, уже срёт, блядь, на полу ходит, просто всё в говне уже измазано. Какая работа? А кто за ребёнком будет следить, братан? You know, братан, понимаешь, это очень крутой подкаст, на самом деле, я рад, что при помощи этого подкаста я смогу раскрыть глаза многим женщинам и многим мужчинам, возможно, даже многие начнут ебашить пуще прежнего и будут x2 делать, да? То есть уже не 20 тысяч в месяц, а 40, это уже что-то, это уже хотя бы они смогут реально ребёнку хотя бы памперсы купить на какое-то время, и ей не обязательно выходить на работу. Я говорю, зачем ты хочешь выйти на работу? Она говорит, я хожу с грязной головой, говорит, я не могу же фэри, блядь, мыть голову, говорит, сам мой этим фэри. Я говорю, а что ты не купишь себе нормальный шампунь? Она говорит, у нас денег нет. Как нет, братан, я каждый месяц ебашу, я приношу эти деньги домой, говорит, трать, делай, что хочешь, распределяй наш семейный бюджет. Она говорит, я не хочу, говорит, я не хочу, говорит, мыть голову фэр, она, мне кажется, правда, мне кажется, честно, баба охуевшая, вот честно, блядь, я прям поебал в половине, блядь, продавал бы, просто сказал, нихуя у вас запросы, шмар, блядь, нихуя у вас запросы, блядь, а, ёбаный в рот, блядь.